Ни в коем случае нельзя изменять своей мечте. Я не хочу работать на заводе. Месть это очень плохая вещь. И вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир. Ты виноват во всем сам. Не жалейте никого, а в первую очередь не жалейте себя. А если у тебя сто раз не получится, значит я сделаю сто первый раз. Это невозможно. Лучше завязывай, иди на работу. Мы летать умеем, друзья. Мы все умеем летать. Меня зовут Александр, мне 33 года. И я чуть-чуть сумасшедший. Я вам объясню почему. Потому что здесь все показывали. Я уже не буду перечислять все то, что я, слава богу, заработал. Все то, что было на экране, это было маленькой мечтой, большой мечтой маленького парня, который часто переезжал, и не было какой-то определенности, чем заниматься. Я занимался футболом, борьбой, каратэ, разными видами спорта. Пробовал себя в искусстве, научился писать стихи. У меня чуть-чуть получается. Это я так думаю, то, что у меня получается. И это все очень круто. Но самое главное, то, что не нужно останавливаться и нельзя останавливаться к тому, чему вы идете. К своей мечте, к своим желаниям. То, что вы вот здесь у себя родили, в голове, в сердце, в самом себе. Ни в коем случае нельзя изменять своей мечте. То есть, если вы думаете о чем-то одном, а потом о другом, о третьем, о пятом, о десятом, так вы никогда не придете ни к чему. А если вы хотя бы поставили цель вставать в 6 утра на протяжении, к примеру, недели, 7 дней, один раз не встали, все, заново. То есть, если вы выработаете в себе такие качества, то однозначно добьетесь очень большого результата. Цель моя была с детства помочь маме, помочь себе. Смотрите, у меня такая ситуация была на кухне. Мы разговаривали, застолье, мама, папа, друзья и все остальные. Они разговаривают о работе, что я сразу с детства им говорил, что я не хочу работать на заводе, я не хочу каждый день ходить на работу, а в пятницу вечером радоваться то, что завтра суббота и воскресенье, и мне не надо идти на работу. Потому что большинство людей, которые ходят каждодневно на работу, они ее не любят. В этом и есть проблема. Мы не любим то, что делаем. Мы должны очень сильно любить и быть одержимыми тем, что мы делаем. Только тогда у нас что-то получится. Я пришел с моим другом, он уже ходил на бокс, и все хорошо. И тогда мы просто играли во дворе в футбол. Он говорит, слушай, я там бил с левой ноги мяч. Он говорит, ты левша. Я говорю, да. Он говорит, а в стойке? Я говорю, я не знаю, я встал в стойку. Да, ты левша, приходи на тренировки. Я пришел, и мне сказали, что сколько тебе лет? Я говорю, 15. Он говорит, не, не возьмем. Но какая мысль у меня была перед тем, как я сказал, что мне 15? Я хотел обмануть его и сказать, что мне 14. И тогда бы он меня взял. Но в моем маленьком 15-летнем мозгу тогда было, ну это же обман. И рано или поздно он узнается. Потому что ездим на соревнования, приносим документы. И то есть тренер бы мне сказал в дальнейшем, типа, ты меня обманул, до свидания. То есть еще больше опозорив бы меня перед ребятами и все остальное. Я сказал, что мне 15. Он сказал, что нет, до свидания. И я ушел расстроенный. Но через год, ровно через год, Лапин Сергей Юрьевич, очень благодарю тебя, Сергей Юрьевич, за то, что ты меня взял. И сразу же поставил меня в спарринги. Мне чуть-чуть накидали, естественно. Это нормально. Но я, мое желание было отомстить тому парню, который побил меня на тренировке. В продолжении моих тренировок на боксе я понял, что месть это очень плохая вещь, которая мешает добиваться больших результатов. И очень много вещей, как отвлечение, месть, злость, доказательство кому-то, чего-то. Это отвлечение от главного. Это от достижения твоей цели. Либо это стать лучшим актером, лучшим боксером, футболистом. Вообще лучшим в каком-то роде деятельности, в котором вы себя пробуете. Так вот я эту месть убрал, и у меня осталось желание стать лучше этого парня и добиться результата. И для начала стать кандидатом мастера спорта, а потом постепенно добиться большего. В 2008 году, это первая моя олимпиада, которая проходила в Пекине. Я попал туда, как-то вот очень все случайно получилось. Парень получил травму, другой там был не готов. Я был на категорию ниже, и меня говорят, что ты будешь выступать на лицензионном турнире в Италии, в Пескаре. Ну, круто, я даже в это не верил. И как-то так случилось, что я завоевал лицензию на Олимпийские игры 2008 года. И был сказочно доволен, что я еду на Олимпийские игры. Но я думал о лицензии, о том, что я еду на Олимпийские игры, но я не думал о медали. То есть я правду говорю, что я не очень серьезно к этому отнесся. 21 год я рассказывал, что я еду на Олимпиаду. Это же круто, ничего себе. А вместо того, чтобы рассказывать, что я еду на Олимпиаду, надо было проводить время в зале. Я был в зале, но я думаю, что я недостаточно выполнил работы для того, чтобы одержать хоть какую-то медаль из трех. То есть это или золотую, или серебряную, или бронзовую. Да, я о золотой вообще даже тогда и не думал. Я приехал после Олимпийских игр. Там не совсем все гладко было на Олимпийских играх с судейством. Но опять же, в последующем я пришел к тому, что никто виноват в том, что с тобой происходит. Ты виноват во всем сам. Надо научиться принимать решения самому. И не советоваться с теми, кто говорит, а может не надо. Вот может не надо, у вас и ничего не получится. Надо. А если у тебя не получится, ну значит я сделаю еще раз. А если у тебя сто раз не получится, ну значит я сделаю сто первый раз. Однозначно мы придем к тому, к чему мы идем, если сделаем правильные ошибки. Так вот, Олимпиада 2012 года была для меня совсем другой. Я абсолютно перестал общаться с определенным контингентом людей, которые говорят, это невозможно. Да ладно, лучше завязывай, иди на работу. Или, да ну не, ты и Олимпиада, или ты и золото. Да не вообще, куда тебе. То есть мы не верим в себя. Это зачастую у нас из детства. У нас какие-то комплексы. И мы их держим в себе. Собираем, собираем, становимся тяжелее, злее. То есть мы собираем в своей душе камни. Или надеваем на себя сетку, которая не дает нашим крыльям раскрыться. Мы летать умеем, друзья. Мы все умеем летать. Мой сын мне задает вопрос, почему я не летаю? Я говорю, сынок, ты еще маленький. Твои перышки еще маленькие. Но когда ты вырастешь, ты поймешь, что ты умеешь летать. Только не так, как птица. А как тот человек, который любит, смеется, радуется. Сегодня встаю утром, идет дождь. И пришла бабушка и говорит, да, дождь так мрачно. Я посмотрел в окно, улыбнулся и подумал, дождь, он же для всех. Погода для всех одинаковая. И для праведника, и для грешника. Нам просто под эту погоду нужно одеться. И все. Так вот, Олимпиада 2012 года была для меня совсем другой Олимпиадой. У меня появилась семья. Я женился, у меня родился ребенок. И вот то, что нас мотивирует, мы должны и оберегать, охранять. Вот на тот момент это была моя супруга Катерина Михайловна, моя дочь Елизавета. И Катя еще была беременная. Вот эти люди, Кумавьяма и мой круг людей, с которыми я остался в общении, даже иногда в редком, потому что я оградил себя полностью. Я просто стал своего рода таким мерзким монахом. Я не гулял, никакие не посещал мероприятия, день рождения, еще что-то. То есть это очень было редко, когда мы куда-то выходили. Ну, с супругой выходил, потому что мы вдвоем это делали. Просто ограничить себя в некоторых вещах, потому что посидеть сегодня здесь, завтра там, туда-туда. Этот путь все из наших маленьких мелочей. Если мы не можем себя контролировать и держать в малом, то мы никогда не добьемся большого, потому что мы не умеем владеть малым. Меня мотивирует то, что я делаю. Меня мотивирует даже то, что меня останавливает маленький мальчик на улице и говорит, вот я хочу быть похожим на вас. Сначала он хочет быть похожим на меня, потому что я спортсмен и завоевал какие-то регалии. У большинства мальчишек для начала это пояс, это возможности, это может быть машина, может быть заработок и все остальное. Вот деньги, машины, квартиры, поездки, часы, еще что-то крутое, это все побочный эффект от того, что вы трудитесь и идете к своей цели. Но идти к своей цели по головам мы не дойдем. Но рано или поздно, смотрите, я как верующий человек очень часто обращаюсь к Всевышнему, но есть люди, которые абсолютно ни во что не верят. Я вас просто могу уверить, что просто верьте в мир, потому что мир на самом деле очень добрый и красочный, и вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир. Там в человека, еще в кого-то. Это закон, карма и всего остального. Маленькую штучку расскажу. Мы были, отдыхали на одном из островов, выходя из Реструма, было написано, то есть там 200 каких-то тугриков, да? Наши жены говорят, так никого же нет, зачем оставлять? Потому что это закон. Если ты сходил и сделал свое дело, оставь монетку для того, чтобы человек убрался или что-то сделал. То есть это обычная карма. Вот они верят в карму, и не надо, чтобы кто-то сидел. Не надо просто нарушать правила, и все. И думать об окружающих тоже, а не только о себе красивом. Я припарковался, я герой, все гуляйте. Вот все то, что я имею, все то, что я зарабатываю, все то, что у меня есть, какие-то регалии и все остальное, я говорю сам себе, что это все мимолетно, это все не вечно, это все закончится. И я не пытаюсь даже к этому привыкать или как-то этим наслаждаться. Я просто живу вот сегодня и сейчас. Я знаю, что рано или поздно я буду лежать в деревяшке, и все. Моя задача и то, что я вообще живу и для чего я живу, это спасение. Спасение и спасение моей семьи, моих друзей. Очень хочется вечную жизнь. То есть рай. Отпустить все те внутри обиды, которые есть на мир, друзей, родителей и всех вообще. И просто заняться своим любимым делом, не обращая внимания, идти к своей цели. Нас останавливают. Может быть, не надо. Да, алло, Наташа, может быть мне сделать это? Да нет, ты что, не делай. Да, все, я не буду. Наташа сама не может этого сделать. И, конечно же, она советует другому тоже этого не делать. Просто никому не говорите о том, что вы хотите сделать. Молча сделайте и покажите результат. Не надо никому рассказывать о ваших планах на жизнь. Не надо никому рассказывать о своей девушке или о своем парне. Их все равно увидят рано или поздно. Станьте чуть-чуть такими скрытными. Вот счастье любит тишину. И то, что вы начинаете какой-то маленький или большой бизнес или какую-то работу, или что-то, мы с чего-то всегда начинаем. Маленький ребенок, бегая по комнате, падает на попку, встает и дальше бежит. Он же не упал на попку и такой, да не, ходить не мое. Он бегает, продолжает дальше бегать. Он где-то ударяется. Мы познаем мир в детстве через падение. Что-то взять, съесть, понюхать. И это все дальше продолжается. Мы вырастаем, мы уже не кушаем какие-то вещи, которые не нужно. Не тянем в рот, а то и тянем, кто его знает. То есть надо просто вот это все, что вам мешает взлететь, отпустить себя, стать свободным. Меньше смотреть вещь, которая забирает ум и забирает мозги. Это телевизор. Читайте. Путешествуйте. Открывайте в себе что-то новое. Попробуйте острую еду, обычную. Нужно быть смелее. Как верить в себя? Да проснитесь утром, подойдите в зеркало и скажите, я могу. Я говорю, я встаю, у меня, ну, передо мной иконы. Я встаю, читаю молитву и говорю, господи, дай сил надень. Улыбаясь в зеркало, я выхожу с улыбкой. Даже если что-то у меня там болит и все, я не показываю этого. Потому что лучше посмеяться, чем объяснять, что с тобой случилось. Ой, беда Аллаха, бедненький, а тебя будут жалеть. А тебе же нравится, когда тебя жалеют. И ты, ну да, ну да. Да не жалейте никого. А в первую очередь не жалейте себя. Просыпаясь в 5 утра на тренировку. Вот я проснулся в 5 утра, присел на диванчик. Ну ладно, я пошел. У меня нет такого, что я, да не, ну посплю еще 15 минут, потому что вся команда встает. Иногда так не хочется. Ребята, вы просто себе не представляете, когда ты выходишь и валит дождь. Прям такой он, наискось, прям в лицо тебе бьет. А ты едешь на велосипеде и говоришь, блин, какой он тепленький. А он нифига не тепленький, он холодный. Он холоднючий. Прям вот аж иногда, когда попадает за шиворот, и капелька по спинке бежит, и ты думаешь, только не туда. А вот именно то место, куда бежит капелька, оно должно дымиться для того, чтобы у вас было все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok